Благодарю за Ваш труд. Вы просто такой. Садитесь, а то Вы не услышите ответ. Я была в гражданском браке 8 лет. Есть совместный ребенок. И мужчина замуж меня не пригласил, к сожалению. Отношения испортились параллельно. И я приняла решение их прекратить и ушла. Это зачем так? Не надо делать это плохо. В тот момент других вариантов я не видела. Жить отдельно. И говорить, что я не ушла, а просто отдыхаю. Учитывая, что уже прошло 3 года, я уже много вернусь. Я отдыхаю. Но тем не менее отношения эти я внутри себя прекратила. Он ждет Вас, нет? Не знаю. Надо узнать. Спросить, что ли? Спросить, что ли? Ты один или не один? Я знаю, мы же общаемся, у нас ребенок общий. Да? Ну спросить ты меня это хочешь, вернуть-то нет? Ну, когда последний раз такой разговор был, он говорил, что если ты одумаешься, я подумаю, может быть. Ну, скажите, что я одумалась. Ну, непонятно, что это значит, с его стороны одумаешься. Ну, типа, что я неправая, глупая такая. Конечно, ну, однозначно, вы неправая и глупая до 100%. И он тоже неправ и глупый. Но вы свою неправду признаете, а он уже, это его проблемы пусть решает. Вот если мне, как бы, жена такой выбор ставит, что я неправ и глупый, я всегда выбираю это, согласен. Последний раз она мне сказала, когда перед отъездом, говорит, сегодня будешь извиняться три раза передо мной подряд. Я говорю, ну, хорошо. Начал извиняться, извинился один раз. Второй раз начал, она говорит, так ты уже извинялся, теперь по-другому. Настоящая женщина? Такая же, как вы, да? Настоящая. Мы сейчас никого не оцениваем. Мы изучаем, как надо себя вести. Кто настоящий, кто ненастоящий, решит Бог. Я показываю, как я к своей жене отношусь сейчас с вами, рассказываю. А если вы решите, что так же надо делать со своим мужем, может быть, он не захочет так же вести себя, как я, и тогда будут проблемы. Поэтому вы должны воспринимать то, что я говорю, а не то, что вам хочется воспринимать. Итак, я попросил, я попросил три раза у нее прощения. И она потом была счастлива и смягчилась. Но вы не уступаете. И это нежелание уступать и вышвырнула вас из семьи. И оставила вас одинокой. Одной. Мне кажется, я только и делала, что уступала. Ну, в чем-то уступали, да. Ну, как бы, это тоже плохо быть униженной. Не надо, надо быть самодостаточной внутри. Вот так, да, то есть вы всегда уступали ему. И теперь он хочет, чтобы так же было, да, как было раньше. Я не знаю, что он хочет, потому что мы не беседуем на эти темы. Ну, вот он глупый такой, допустим. Он не понимает, как себя женщину вести, допустим. Тупит. Надо его обучать, правда? Или нет? Или найти надо себе идеального, который все знает? Нет, нет. Я поняла, что надо работать с тем, что есть. Ну, вот есть вот этот кадр. Ну, то есть он, как бы, мне кажется, не против с вами жить вместе. Но не готов менять себя пока. Ну, ничего страшного. Да мне жить просто так не подходит. Я либо замуж, либо я пошла. Я уже просто так пожила. Ну, вот, хорошо, ставьте условия, скажите, я согласна, что я виновата. Но если ты хочешь, чтобы я возвращалась, тогда я должна быть замужем, а не просто так жить. Потому что я, может быть, виновата, потому что я не чувствовала, что близкий человек меня защищает. Нет, спасибо. Ну, то есть надо делать шаги в сторону мужчины самой. Понимаете, если мужчина чужой, он хочет создать семью, пускай добивается, докажет. Но если мужчина уже создал семью, и семья разрушилась, тем более по вине женщины, то женщина сама должна делать шаги первые. Вперед, потому что иначе это безумие. Десять минут до начала лекции, да? Или в двадцать? А? А, вот так, я понял, другая тема. Да, благослови. Благослови. Хорошо. Да, благослови. Да, благослови. Да, благослови. Да, благослови.